Более 250 колледжей и 200 предприятий в 43 регионах страны, 70 учебно-производственных кластеров и 150 тысяч студентов. Таким проект «Профессионалитет» вошел в российскую действительность в начале 2023 года. К его концу предприятий в программе будет уже 378, регионов 55, а общая польза возрастет к кратно затраченному селе. Соглашение, подписанное в Ульяновске, позволит его сторонам получать практическую выгоду. Это, например, разработка учебных программ в соответствии с потребностями конкретного предприятия. Это и организация всех видов практики, и сопровождение наших студентов во время прохождения практики на предприятиях. Ну и самое главное, это гарантия трудоустройства наших выпускников по завершении обучения. Программа предусматривает трехстороннее финансирование. Государство, область и предприятие заплатят за обновление материально-технической базы обучающей организации. С установкой под решение конкретных задач скорректируют учебные программы и планы, в этом случае УЛГТУ. С сентября месяца этого года порядка 15 преподавателей пройдут по согласованной с Министерством просвещения программы, стажировки, получат новые навыки и знания, посмотрят современное производство и применят полученные навыки уже в рамках работы со студентами. Профессионалитет в области радиоэлектроники напрашивался давно. В нашем регионе много предприятий радиоэлектронного кластера. К большому преобразованию готовится факультет среднего профессионального образования УЛГТУ. Будет создано 6 новых зон с совершенно новым оборудованием. Это будет оборудование и изготовление печатных плат, и поверхностного монтажа. И что особенно важно для современной промышленности, полуавтоматического, в том числе монтажа, будут созданы лаборатории испытаний, будет создана лаборатория автоматизированных средств проектирования. Причем все это на новой основе совместно с индустриальными партнерами. Посчитано, на техническое переоснащение уйдет 160 миллионов рублей. Совсем небольшие деньги, когда речь идет о будущем страны. Однако, потраченные с умом, они позволят возвратить их в копилки всех участников проекта и приумножить на порядки. Евгений Луковкин, Сергей Рябухин, Репортер 73.